Школьники забивают. В Иванове прошел финал регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Команды уже прошли большой путь. Ребята сражались на нескольких этапах. Внутришкольном, муниципальном, дивизиональном и региональном. И вот, наконец, настал момент определить лучших из лучших. Эти соревнования проводятся для детей, которые не занимаются в спортивных школах, которые обычные учащиеся, обычных общеобразовательных школ. Это для них хорошая, классная возможность поучаствовать в соревнованиях. Но здесь очень серьезные призы, очень серьезные бонусы. Сейчас мы проводим уже областной финал, а стартовало в этом сезоне почти 300 команд из разных школ нашей области. В финале 8 сильнейших команд девушек и юношей. Спортсмены приехали из Кинишмы, Вичуги, Южи, Родников. Борьба за места на пьедестале серьезная, а за первое и вовсе жесткая. За золото сразились спортсменки из Родников и Кинишмы. В игре мы готовились, мы знали, как нас будут прессинговать, мы знали, как они ведут себя по обходу игры. Нам было трудно под концом, потому что у нас рост намного меньше, чем у них. Вверх в этом состязании уверенно держала Кинишемская команда. Но гости и игроки сегодня, пожалуй, объявления результатов ждали меньше, чем главного гостя соревнований – баскетболистку Светлану Антипову, олимпийскую чемпионку 1992 года. Спортсменка отмечает, в Иванове есть отличный пример для подражания, энергия. А значит, наши ребята, если постараются, смогут добиться больших успехов. То, что традиции, когда заложены, это очень важно, потому что, в принципе, это получается со школы, можно стартануть в спортивную школу, да, дальше там в ассоциацию студенческого баскетбола и также дальше развиваться и можно дойти до профессионального уже уровня. Поэтому всегда достаточно женский баскетбол всегда в Иваново был сильным. В марте команды-победители отправятся на первенство ЦФО, чтобы попробовать свои силы в борьбе за решающий этап чемпионата – суперфинал. Именно там у наших ребят может появиться шанс попасть на финал четырех в Евролигу. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.